Руслан, ты чего делаешь? Сплю. Ты чё? Какой сплю? Работать надо, творить. Мы уже пишем. Как пишем? Вот так, Русланчик, пишем уже. Всем привет. С вами Милана Аксиновская. Это я, Милана Аксиновская. С вами Руслан Беляев. Милана Аксиновская. И программа «Бумерангонер». Поехали. Руслан, я так устала. Сижу в этой монтажке целыми днями. Мне не хватает эмоциональной разгрузки. Так в чем дело? Сходи на краски бумеранга. Так в том-то и дело, что они уже закончились. Зато сюжет остался. Четвертый год подряд на форуме экранного творчества «Бумеранг» проходит фестиваль красок Холли. Это самое яркое эмоциональное событие. Здесь каждый может почувствовать себя художником. Ведь краски помогают нам увидеть мир более ярким. Веселые, раскрашенные и очень довольные. Вот итог яркого старта форума «Бумеранг». Все зарядились позитивом и готовы к плодотворной работе над своими фильмами. Ваня Кубарев, Гимна Семеняга, Кристина Верещагина, Даня Бармин, Ваня Колесников, Влада Боброва, «Бумеранг» Знаешь, я так люблю читать пьесы. Это так воодушевляет. Все решено. Я стану драматургом. Ой, какие пьесы. Я тебя умоляю. Да, драматургом мне не быть. Да ты не парься. Возьми лучший пример с Ксенией Драгунской. Новые сценарии, вдохновение и море интересной информации. Все это находится за этой дверью на сценарном мастер-классе Ксении Драгунской. Опытный драматург и писатель делится секретами сценарного мастерства с бумеранговцами. Ксения Драгунская – автор свыше 30 пьес, которые ставятся в театрах по всему миру. Во время общения с ребятами она представляет свою книгу «Мужское воспитание» и читает рассказ «Время» собственного сочинения. Андрей, я вас приглашаю. Что вы молчите? Я вас напугал. Вы не общаетесь с мужчинами на округе. Давайте познакомимся. Я сначала начала писать хорошо сочинения в школе. Меня хвалили. Я стала писать дальше. Можно сказать, что с подросткового возраста я стала писать какие-то рассказы. Ну, как все всегда и делают. Это называется возрастная лирика. Многие пишут стихи в этом возрасте, а кто-то пишет рассказы. На мастер-классе Ксения Драгунская подробно разбирает пьесу «Однажды» молодой писательницы Жанар Кусаиновой. На счету автора несколько рассказов и сценарий к видеоиграм. Встреча с Ксенией Драгунской вдохновляет ребят. Они активно задают вопросы и делятся своим мнением. Я решила прийти на этот мастер-класс, так как хотела послушать рассказ Драгунской в ее исполнении. Я узнала еще больше по жизни Драгунской, чего я не узнала на прошлом мастер-классе. Полтора часа пролетели незаметно. Общение с мастером придало ребятам уверенности, дало знания о драматургии и приобщило к творчеству писательницы. Артем Силыч, Оля Владыченко, Гриша Филимонов, Влад Федоров. Программа «Бумеранг.Онэр». Ты что делаешь? Звезды, считаю. Так сейчас же день. Какие звезды? Ты посмотри, у нас в рубрике «Звездный гость» начальник «Звездного» Татьяна Тютина. О, значит, звезды-то сошли. Татьяна Викторовна, расскажите, пожалуйста, стал ли для вас лагерь «Звездный» в каком-то отношении домом? Во всех отношениях домом. Почему? Во-первых, здесь рабочий день не с 8 до 5. Во-вторых, здесь события происходят не с понедельника по пятницу, а 24 на 7 и 365 дней в году. Поэтому, конечно, все, что здесь происходит, оно происходит естественно, постоянно. И поэтому здесь невозможно перед входом в лагерь найдить маску и сказать, все, я надела маску начальника лагеря, я пошла сюда начальником. А есть ли у вас любимое место в лагере? Да, мне нравится, очень нравится находиться на палубе на четвертом этаже, потому что оттуда видно, вот когда в четном подъезде поднимаемся, то видно и горы, если посмотреть вправо, и море. Тут как раз так получается, что на линии обзора не очень высокие деревья, и пирс видно. И если немножечко посмотреть влево, то утром можно увидеть и рассветное солнышко. А не могли бы вы провести на экскурсию к вашему туристу? Посмотрите направо, посмотрите налево, вот так. Хорошо, посмотрите направо. Здесь находится картина, но это на самом деле не картина, это декораторы сделали выкраску. То есть это просто макет тех цветов, тонов и настроения, которые мы придумали для гостиной. Однажды меня спросили, какой любимый праздник у меня вообще существует. Я сказала, что это Новый год, поэтому мне подарили вот этот шар. Это подарила Ольга Аркадьевна Кочеткова, она была начальником детского лагеря «Звездный». Я была вот как раз при ней старшей вожатой и замами. Она подарила этот шар, она говорит, пускай праздника любимого всегда будет много. Поэтому этот шар, я решила, что его не буду убирать, он будет находиться круглогодично. В каждом лагере проходит очень большое количество разных смен. И вот однажды у нас, сейчас, правда, эти смены уже не проводятся, но очень жаль. Проводились смены журналом «Вокруг света». И в рамках смены был конкурс всегда знатоков. Так вот детский лагерь «Звездный» выигрывал три года подряд. Четыре раза проводилась смена, три года подряд выиграл детский лагерь «Звездный». Поэтому вот этот кубок, он победитель от знатоков от журнала «Вокруг света». Дети и вожаты «Звездного» трижды выиграли. И он остался, видимо, на вечное хранение здесь, пока не возродится смена. Вот хочу еще показать, да. Бумеранг. 10 лет в этом году бумерангу 15 лет, а сейчас 10 лет. Вот был такой подарочный бумеранг. На самом деле он сделан абсолютно верно, и он по-настоящему летает. Телевизионные группы Всероссийского форума «Бумеранг» периодически используют его. Про что еще рассказать. Вожатский отряд детского лагеря «Звездный» называется «Вега». Это самая яркая звезда в созвездии Лира. И у нас, у педагогического отряда, есть своя конвенция, то есть те законы и правила, по которым мы живем. То есть вот здесь она прописана. И подписи всех вожатых здесь существуют. То есть постоянно-постоянно наполняются. И хотела бы, наверное, обратить внимание на то, что в Орленок приезжают гениальные дети. Это вот те картины, которые можно там увидеть. Детская школа искусств. Сейчас не вспомню название, но я знаю, что одна работа выполнена ребенком 13 лет, а другая девочкам, мальчикам и девочкам 14 лет. Но если вы видите, то профессионализм, в котором нарисовано, это, конечно, очень здорово. Даже вот потрясающе. Поэтому я говорю, что когда-нибудь я буду уезжать из лагеря, то я с собой из кабинета возьму картины. Ну, пожалуй, бумеранг. И может быть что-то еще. Спасибо. Руслан, я все придумала. Давай после съемок сходим потанцевать с ансамблем Дружба. Что-то я не знаю. Как-то я стесняюсь. Там все профессионалы будут, а я танцевать так-то не умею. Ну, Руслан, они же тоже с чего-то начинали. Вот прямо сейчас ребята расскажут свою историю. Для меня танцы – это полет души и фантазии. Для меня танцы – это любовь и творчество. А любовь и творчество – это главные ценности человека. Для меня танцы – это самоощущение, тактильность и выражение себя с помощью тела и движения. Хореографический ансамбль «Дружба» поднимает настроение гостям и участникам форума «Бумеранг». Ребята приехали во Всероссийский детский центр «Орленок» из Архангельска. Коллективу уже 57 лет. Многое поменялось – педагоги, костюмы, номера. Но название осталось прежним. И оно как подтверждение сплоченности танцоров и их теплых отношений друг с другом. Все будет хорошо! Эмоции – главное на сцене. Важно полностью отдаваться зрителю – девиз танцоров. Некоторые ребята пришли в коллектив 4 года. Они взрослеют. У кого-то меняются интересы, кто-то получает травмы. Но желание танцевать превыше любых трудностей. Трудностей бывает достаточно много, но для меня основной трудностью является, опять же, какая-то физическая часть наших тренировок. То есть, когда, допустим, какие-то прям силовая тренировка 2 часа, и ты должен выложиться по полной программе. Это бывает иногда тяжело. Но, опять же, все трудности нужно преодолевать. Коллектив гастролирует за рубежом и посетил уже более 10 стран. Ребята участвуют в различных конкурсах и фестивалях. Там они нарабатывают опыт и оттачивают мастерство. Работа с хореографом – важная часть жизни любого коллектива. Дмитрий Мельников занимается танцами сам и уже 13 лет учит ребят. Изюминка нашего коллектива, на самом деле, в том, что коллектив разножанровый и разноплановый. То есть, нет какого-то определенного направления. Когда-то, да, все начиналось с народного танца, так скажем, из классического. Но теперь это абсолютно все направления – современный танец, народный, классический. Девчонки стоят и на пуантах. И парни занимаются и гимнастикой, поэтому очень разножанровый коллектив. На данный момент более 120 детей занимаются в коллективе. В Орленок приехали 35. Алина Вахтурова уже 11 лет в дружбе. Девушке нравится танцевать в разных жанрах и совершенствоваться в этом деле. Танцевать мне нравится совершенно во всех стилях, но больше всего в последнее время замечаю, что дух захватывает, когда танцуешь народный танец. Потому что это прям какое-то незабываемое чувство с точки зрения эмоций. Дружный коллектив – залог успеха. Ребята проводят много времени вместе, поддерживают общение в дне ансамбля. С сплоченным составом они развиваются и добиваются высот. Танцевальный коллектив «Дружба» продолжит радовать нас новыми танцами до конца смены. Лиза Смирнова, Влад Ненышев, Григорий Филимонов, Влада Боброва. Программа «Бумеранг Онэйр». Тихо! Я вижу! Вижу! Что ты видишь? Креативная студия подготовила для нас что-то интересное. Тогда давайте посмотрим. Здравствуйте! С вами я, ясновидящая и гадалка третьей категории Кира Прокаева. Единственный чародей, который гадает по еде. Руслан Гуляев. Посмотрим, смогут ли его пряники прочитать мои мысли. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте. На самом деле, многие люди считают, что еда – это всего лишь метод удовлетворения своих потребностей. Но на самом деле в еде заключена великая сила. Порталы между мирами, черная магия, светлая магия и много чего еще. Я загадываю человека. Я загадала человека. Пробуйте. Я начну ритуал. Хорошо. Это мужчина? Ответ неверный. Мне придется прибегнуть к черной магии. Вы уверены? Очень опасно. Хорошо. Она первый раз на бумеранге. Ответ неверный. Она второй раз на бумеранге. Ответ неверный. Я вижу, что у этой женщины есть дети. Он прав. Я вижу букву «М». Модный приговор, профессионал-обхор. Я такого не встречала никогда. Ирина Гаркуша. Да. Так, кручу-верчу, запутать хотят. Дополните фразу. С тобой повстречались у синего моря. С тобой повстречались у синего моря. Вот вы ж... Вот я ж сейчас начну думать. Муза, муза, ага. С тобой повстречались у синего моря. Плыл желтый корабль. А сверху луна. Что было потом, мы не скажем ни разу. И здесь лагерь. И здесь бумеранг. Браво! Изобразите три смайлика. Пройтись как модель. Воу! Станцуйте танец маленьких утят. Ну, я умею танцевать. Не такие танцы, но в принципе. На шагающих утят быть похожими. Хотят быть похожими. Хотят не зря, не зря. Напойте свою любимую песню. По синему морю, по белой земле, Плыву я на белом своем корабле, На белом своем корабле. Веселей утята и так прекрасно на свете жить. Это и моя трактовка в финале была. Ну, программу ведь мы отвели. Можно я уже посплю? Ну ладно, только я с тобой. А с вами были Руслан Беляев, Милана Аксиновская и программа Бумеранг Онэйр. Всего хорошего! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok